Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рецепт на моего будильника очень прост. На вот такую пол-литровую банку воды, ну примерно пол-литра, здесь нету каких-то токсических веществ, превышение доз, которых фатально скажется на состоянии семян или проростков. Продолжение следует... Необходимо добавить никотиновая кислота. Всё, что я буду вам предлагать, продаётся у вас в самой ближайшей аптеке, совершенно без рецепта. Никотиновая кислота, такой вот витаминчик. Сдержание никотиновой кислоты в этой таблетке у нас совсем небольшое, 50 миллиграмм. Половины таблеточки вполне достаточно. Следующий компонент моего будильника это янтарная кислота. Янтарная кислота вообще является достаточно известным стимулятором роста и развития растений. И на этот объём я добавляю тоже половинку таблеточки. Самая простая аскорбиновая кислота. Аскорбиновой кислоты здесь 50 миллиграмм. Это наиболее часто встречающаяся фасовка. Я её сюда добавляю. Четверть таблеточки. То, что в таблетке содержится глюкоза, для нашего будильника это только плюс. И глицин. Это простейшая аминокислота, которая участвует во всех физиологических процессах в растении, в том числе в процессе прорастания, синтеза белков, синтеза всех необходимых веществ, которые нужны нашему проростку. И на такое количество я её тоже добавляю пол таблеточки. После полного растворения всех веществ, этим раствором можно увлажнять фильтровальную бумагу, салфетки, марлю, ткань. Всё, на чём вы проращиваете ваши семена. Ну, конечно, вы скажете, мне нужно 2 столовые ложки для проращивания моих семенов. А здесь целые пол-литра. Разбавьте этот раствор ещё в 2 раза и полейте или опрыскайте свои комнатные растения. Они вам будут чрезвычайно благодарны. Для того, чтобы раствор работал, ничего больше сюда не добавляйте. Ни в коем случае не добавляйте ни йод, ни марганцовку, потому что они нарушат работу этого будильника. А я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Иван Русских, и я жду вас в следующих наших выпусках. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok